Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Ирина Минаева. Смертельная авария в Одесской области. Погиб мотоциклист. Авария случилась в Великом Дельнике. Микроавтобус разворачивался через двойную сплошную. В этот момент в него влетел 27-летний мотоциклист. От удара мотоцикл откинула в отбойник. Водитель погиб на месте. В Одессе на Таирова Инна Марко сбила пешехода. Мужчина госпитализирован. Авария произошла на улице Академика Вильямса. Водитель автомобиля Тойота не притормозил перед зеброй. В результате под колесами оказался пешеход. С травмами пострадавшего увезла скорая, сообщили в патрульной полиции. На улице Балковской водитель Инна Марки на евро номерах разбил три припаркованные машины и скрылся. Люди не пострадали. Виновника разыскивают. Напомню, аналогичная авария 19 июня произошла на артиллерийской. И по сей день водителя, управлявшего автомобилем Ауди черного цвета, номер ЛКР-77КМ, разыскивают. Напомним, иномарка двигалась на большой скорости по улице Артиллерийская. Задев пару припаркованных машин, Ауди сильно ударила стоявши на обочине «Фольксваген», который по инерции влетел в стоявший же грузовик коммунальной службы. Виновник аварии с места происшествия скрылся по тротуару. Очевидцы говорят, виновник ДТП буквально летел по дороге. А после удара, несмотря на призывы остановиться, развернулся на газоне и скрылся с места ЧП по пешеходной зоне на большой скорости. Он разворачивается с заднего ключа и по тротуару и уехал. Ты остановись, куда едешь? У тебя номера, мы смотрим. Куда ты? Развернулся и уехал. Я выскочу сюда, куда собраться? А что мне делать? Наглый на меня, слушай, не буду, чтобы давить. У нас стати на развернуло, что-то на вас. Все показания свидетелей пострадавших зафиксированы. Автомобиль Ауди черного цвета номер ЛКР-77 КМБ и его водитель поданы в розыск. Верховная Рада ужесточила наказание для пьяных водителей, виновников смертельных ДТП. Нарушителей предлагается наказывать лишением свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением водительских прав на 10 лет. Если, несмотря на запрет, человек сел за руль, его могут лишить свободы на срок до 5 лет с лишением права водить пожизненно. 20 мальчишек и девчонок проведут 10 каникулярных дней в солнечной Грузии. Второй год при тесном сотрудничестве консульств Грузии и Украины в Батуми отправляются дети военнослужащих и волонтеров, которые побывали в зоне АТО. Проект «Дети хотят мира» работает два года. Цель его – сделать чуть счастливее детей, которые более всего пострадали от войны на востоке страны. 20 ребят из Львовской, Киевской, Ровенской, Херсонской, Одесской и Николаевской областей смогут познакомиться с культурой Грузии. Мы отправляем 20 замечательных детишек в замечательную страну Грузию, на мою родину. Это мероприятие уже второй раз повторяется. И мы счастливы тем, что принимаем небольшое участие в этом замечательном мероприятии. Мы рады, что детишкам доставим радость. Грузия для нас – это лучший, лучший друг. И это те люди, которые понимают нас больше всего. И у них возникла идея привезти детей на отдых и познакомиться с этими детьми, чьи родители воювали в грузинско-российской войне. Я думаю, что дети познакомятся с грузинскими детьми, обменяются своими впечатлениями. И это очень приятная поездка, потому что у нас одинаковые доли, что у Грузии, что у Украины. У нас одинаковая проблема и одинаковые радости. Мне очень приятно, что сегодня именно наши дети нашего города Херсона тоже отправляются в город Батуми. Это дети наших ветеранов АТО. Большое содействие в отдыхе детей, по словам организаторов путешествия, оказывает консул Грузии в Одессе. Очень большое спасибо консулу Грузии в Одессе в Торнике Берекашвили, что он прикладывал очень много усилий, чтобы эта поездка удержалась. Хочу поблагодарить в первую очередь нашего консула Торнике Берекашвили за то, что он принял непосредственное участие в отправке этих детей. Я хочу поблагодарить также украинскую диаспору Грузии, которая тоже принимает активное участие, чтобы наши детки развлеклись там и хорошо провели время. Самые главные участники поездки в Батуми не скрывают своих эмоций и радости. Мы очень рады, что нам была такая нагода поехать в Грузию. Я хочу поблагодарить господу Торнике за то, что он прикладывал усилия, чтобы мы поехали. Я в Грузии буду уже 24 раз. Сейчас моя мама из Грузии, и мы каждый год ездим до Грузии, и нам там очень понравится. Там очень свежее воздух, очень хорошо, там много гир, и они надают силы. Мы очень впечатляем, потому что такие поездки бывают не очень часто. Они очень мотивируют на эмоциональные подвиги. Это очень классно, особенно мы сейчас будем на литику лететь, и это у меня вдруг в жизни, где я немного переживаю. Но это ничего. Я очень впечатляю, что Украина имеет такую страну, как друг, как Грузия. Уже завтра мальчишки и девчонки окажутся на экскурсии по улицам Батуми. Ребята признают, что нынешние каникулы запомнят надолго. Уже этой осенью около тысячи юных одесситов смогут обучаться в новой современной школе. Проверить финишную стадию ремонтных работ прибыл городской голова. Новая школа на улице Говорова завершает последние приготовления, чтобы 1 сентября открыть свои двери для учащихся. Это весьма долгожданный проект для многих одесских семей, живущих в округе. Стараемся создать ее, вот такую первую школу за годы независимости в Украине, в Одессе. В Одессе. И поэтому особое внимание к этому объекту, особый подход. Есть нюансы того, что это был долгострой. Внутренний дизайн здания разрабатывался так, чтобы детям было интересно находиться в стенах школы. Большие коридоры, яркая столовая и просторные кабинеты – то, чего не хватает сегодня большинству старых школ. Первые два захода – это у нас начальная школа, дальше обеденный зал работает для средней и старшей школы, как положено. Школа обустроена с учетом современных требований. Система энергосбережения, лифт, просторные помещения и места, где дети смогут реализовать свои творческие и спортивные потенциалы. Вы видели, создается мастерске. Сейчас в ходе сегодняшнего выезда здесь совещание. Планируем сделать здесь региональный такой вот из того куста школ, который рядом находится. Такой учебно-производственный комбинат, учебно-производственный комплекс для обучения детей урокам труда. Заказано оборудование, станки, на которых дети смогут попробовать азы профессии. Особое внимание при проектировании школы уделили детям с физическими ограничениями. Действительно, впервые в Одессе в школе есть лифт. Наша работа по доступности всех абсолютно помещений и школ, она продолжается. Это мы делаем. Конечно, в существующих школах это сложно сделать. Но здесь мы смогли, проектировщики, запланировать и сделать лифт для детей-колясочников, которые смогут беспрепятственно добраться на любой этаж. В ходе рабочего выезда городской голова отметил, что, возможно, новое учебное заведение будет носить звание лицея номер 3 «Олимп». В селе Новая Некрасовка Измаильского района сгорел частный жилой дом. Погиб мужчина. Спасателям понадобилось почти полтора часа, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Огонь повредил крышу, мебель и домашнее имущество на общей площади 20 квадратных метров. На месте пожара спасатели обнаружили труп мужчины, который снимал этот дом. Как удалось выяснить, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки. Ориентировочный ущерб от пожара составляет порядка 80 тысяч гривен. Не обошлось без пожаров и в Одессе. Погибших и пострадавших нет. В Суворовском районе в селе Шевченко горела квартира в пятиэтажном жилом доме. Во время тушения пожарные спасли 42-летнего хозяина квартиры. Предполагаемая причина пожара – курение в постели в нетрезвом состоянии. Еще один пожар на улице Капитана Кузнецова. Горела кухня в одноэтажном частном доме. Спасатели вывели из помещения 44-летнего хозяина дома. Он не пострадал. Причина пожара – ущерб устанавливается. В Одесской области Кутрух удалось частично обосстановить движение поездов, нарушенное в результате схода с рельсов вагонов грузового состава накануне вечером. Работы велись всю ночь, сообщили в пресс-службе Укрзалезнити. Происшествие случилось в Великомихайловском районе на перегоне между железнодорожными станциями «Ивановка» и «Веселый Кут». Сошлись рельсов 14 из 57 вагонов грузового состава. Люди не пострадали. В вагонах были минеральные удобрения и гранулированные жмых. Катастрофа привела к задержке в движении составов, в том числе 20 пассажирских. Работы по возобновлению движения на непарной колеи продолжаются. На участке трудятся более 200 железнодорожников. Задействованы три восстановительных поезда и другая спецтехника. Сообщается, что скоростной поезд Одессы-Киев отправился по графику. А на вокзале станции «Одесса-Главная» организовали оперативный штаб для помощи пассажирам. Им предложили бесплатное пользование комнатами отдыха и залами ожидания. Железнодорожники организовали доставку пассажиров к станциям назначения альтернативными маршрутами, автобусами, дополнительными вагонами. В Укрзалезнити заверили, что пассажирам возвращены деньги за несостоявшиеся поездки. Украинцы, несмотря на летнее послабление, продолжают накапливать долги по оплате жилищно-коммунальных услуг. Самый большой долг за газ – около 17 миллиардов гривен. В мае долг населения увеличился почти на 6%. Сейчас задолженность составляет 40 миллиардов гривен. Наибольшие долги – за использование природного газа – 17 миллиардов гривен. За отопление и горячую воду – более 12 миллиардов. И около 4 миллиардов за электроэнергию, сообщили в Госстате. В целом, в мае украинцы оплатили за услуги ЖКХ почти 7 миллиардов гривен. Самый низкий уровень оплаты – в Ивано-Франковской, Черниговской и Винницкой областях. Самый высокий – в Харьковской, Херсонской и Николаевской. Одесская область также среди лидеров по оплате населением коммунальных услуг, рассказали в региональном управлении статистики. За пять месяцев жители области заплатили за услуги ЖКХ более 3 миллиардов гривен. Вместе с тем, примерно в такую же сумму оценивается и долг населения, констатируют специалисты. Населением Одесской области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 3 миллиарда 236 миллионов гривен, что составляет 89% от начисленных за это время сумм. Задолженность населения по оплате этих услуг на конец мая составляет 2 миллиарда 829 миллионов гривен. И наибольший удельный вес в этой задолженности составляет задолженность за поставку природного газа. Это 67% всей задолженности. 19% за централизованное отопление и горячую воду. 9% задолженности за содержание домов и придомовых территорий. 4% за централизованную подачу холодной воды и водоотведения. И 1% за вывоз бытовых отходов. Кроме того, задолженность за электроэнергию на конец мая составляет 400 миллионов гривен. Однако в Госстате отметили, что в этом году население активнее расстается с деньгами, чем в прошлом. Особенно это можно проследить по задолжникам по природному газу. Так, если в мае 2017 года долг за три месяца и больше имели 85% владельцев личных счетов, то в мае этого года это 77%. Также в мае текущего года имели задолженность по содержанию домов и прилегающих территорий 27% владельцев личных счетов, по централизованному отоплению и горячей воде 24%, по холодной воде и также по вывозу бытовых отходов по 17% владельцев лицевых счетов. В Госстате отметили и рост долга по выплате заработной платы. Основная часть задолженности приходится на Одессу. На 1 июня текущего года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила почти 49 миллионов гривен. И основная часть, это 80%, принадлежат предприятиям, которые обанкротились. И только 10 миллионов задолженностей принадлежит экономически активным предприятиям. Основная часть долга также сосредоточена в городе Одессе. Это почти 70% всего долга. Из видов экономической деятельности, это предприятие, которое осуществляет операции с недвижимым имуществом. Около 50%. Задолженность работникам экономически активных предприятий продолжает расти. И только за май она увеличилась на 3%, констатировали в управлении статистики. После сильных ливней, накрывших Одессу, не рекомендуется купаться в море как минимум 3 дня, предупреждают специалисты. Вместе с обильными осадками в прибрежную акваторию могут попасть различные загрязняющие вещества, что небезопасно для здоровья купальщиков. Пробы морской воды специалисты Одесского лабораторного центра отбирают еженедельно. Результаты анализов будут известны в четверг. Однако, по экспертным данным, для самоочистки воды в прибрежной зоне обычно требуется 2-3 дня. Поэтому специалисты пока рекомендуют воздержаться от водных процедур. А тем, кто все-таки рискнул своим здоровьем, советует не нырять и после купания в море принять пресный душ. Многие горожане любят снимать будничное напряжение у моря независимо от сезона. Летние заплывы в этом смысле наиболее действенный метод. Но что же делать, если купаться запрещено или же человек не рассматривает море как стрессоуловитель? В следующем репортаже диалог с одесситами на эту тему. Для кого-то, как оказалось, по-прежнему заряд отличного настроения и возможность отдохнуть дают любимые книги. Кому-то же справиться с усталостью и успокоиться помогают занятия спортом. Кто-то признается, что оптимизмом заряжают дети и внуки. Я перечитываю любимые книги. Например, Ильфа Петрова очень люблю. 12 стульев с любого места всегда помогает. Для меня вот сейчас это йога, чтение книг. Это то, что меня успокаивает. Физическое упражнение. Кроссовки и вперед. Спорт. Конечно, только спорт, только движение. Ну, кто может вышивает, я иду на трассу здоровья в любую погоду. Я считаю, что хорошее настроение всегда во всем помогает. Вязание, да, вязание успокаивает. У меня в основном внук. Это, наверное, самая такая большая помощь во всех этих, возможно, каких-то неурядицах. Так что вот в основном я все свое время провожу с внуками. На море мы регулярно ходим. Иногда мы можем ездить на морвокзал. Там тоже прекрасные места для отдыха. Среди опрошенных оказалось много и тех, кто черпает силы и находит вдохновение под сводами театров. В театр ходим, в музыкомедию в другой раз ходим. В оперный театр в другой раз ходим. Я оперный только люблю. Последнее смотрела «Спящую красавицу», мне очень понравилось. И костюмы, и постановка, вообще все, все, все. Ну и сам театр, тогда заходить вообще. Сюда заходишь и отдыхаешь просто. В театр начайный. Очень такой интересный театр. В принципе, хорошие артисты спектакли ставят. То есть там у них главный режиссер Анищенко. Вот, в принципе, по мне, очень талантливый. И всегда в полном восторге выходишь из зала. Я русскую драму люблю, обожаю. Балет. В украинском очень часто бываю. Везде, где в командировках езжу, там везде бываю. В театры хожу. И в Николаеве, и в Херсоне. В Одессе регулярно. Ну а как же. Вот собираюсь пойти на шоколадную фабрику. Я люблю театр. Я его воспринимаю не по именам, а по восприятию. Так же, как и музыку. Оперу я не всю люблю. Вот так. А балет люблю весь. И даже когда не очень хорош. В стиле андеграунд, модерн. Да, я была в Невропетровске несколько лет назад. Там, ну не лебединое озеро, но что-то такое вот было. Ну не помню, к сожалению, уже что. Очень хорошее. А уже вот-вот лето в стиле модерн ожидает и одесситов. Фестиваль современной хореографии уже четвертый год подряд представляет академический театр «Киев Модерн Балет». На сцене Одесского оперного театра пройдут два премьерных показа нового спектакля «Спящая красавица», а также полюбившиеся постановки прошлых лет. После новостей о жизни самого известного украинского театра современной хореографии рассказывает его основатель Раду Поклетару. Есть два аспекта развития моего как художника. Первое – это абсолютно авторские работы, которые не имеют аналогов в других театрах мира. На музыку, которая раньше не использовалась для балета. Ну, например, одна из последних, прошлогодняя премьера – это по мотивам необыкновенной истории Бенджамина Баттона. На музыку в квартете Александра Родина я создал спектакль «Верх по реке» про жизнь, проживая ему наоборот. От старца, все молодее, 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 к младенцу и вообще к исчезновению, к исчезновению бытия. Это один аспект моего развития, лично как художника, естественно, как театра «Киев-Матер-Молит» тоже. А второе направление – это создание, так называемых, ремейков, модное слово, ремейков каких-то академических классических сюжетов. И вот среди них – это и Жизель, и Лебедяное озеро, и вот сейчас, в частности, спящая красавица. Но вот вам лично не кажется, что все-таки именно ремейки, наверное, легче воспринимаются публикой, чем вот такие авторские работы? То есть публика должна быть подготовлена к авторским работам? Нет, дело в том, просто продаются они легче, а воспринимается все хорошо. Настоящий астрономический праздник 27 июля ожидает не только одесситов, но и большинство жителей земного шара. Так называемое «великое противостояние Марса» и одновременно необычно долгое лунное затмение устроит на небе непередаваемый астрономический спектакль, обещают астрономы. Людей издревле интересовал философский вопрос, есть ли жизнь на Марсе. Ответ пытались найти и ученые. Когда-то же на Марсе были обнаружены, вот в такой же период, как мы сейчас с вами будем наблюдать, вроде бы наличие каналов. И считали тогда, что на Марсе существует цивилизация, вот у них оросительные каналы существуют, они страдают от засухи и так далее. И была большая такая компания, чтобы налететь к Марсу, спасать марсиан, собирали деньги на ракету к Марсу. Вот такое даже было. Ну, Марсу тогда не послали, а потом полетели, поняли, что это просто детали рельефа марсианского. Марс четвертая по удаленности от Солнца и седьмая по размерам планета Солнечной системы. Из-за особенностей поверхностного состава Марс часто именуют Красной планетой. На сегодняшний день после Земли это самая подробно изученная планета Солнечной системы. Всегда такое событие, противостояние Марса было благоприятным для запуска космических аппаратов, которых сейчас очень много вокруг Марса. Два марсохода на поверхности ходят, около пяти аппаратов летают на орбите Марса, вот они передают изображение марсианской погоды. И поэтому о Марсе мы сейчас знаем довольно немало чего, конечно. Но по поводу извечного вопроса, а есть ли жизнь на Марсе, пока ответа дать нельзя. Несмотря на немалое количество космических устройств, непосредственно в ареале Красной планеты, ученые Земли пристально наблюдают за Марсом и в телескопы. Поэтому предстоящие астрономические события ждут с нетерпением. Большой космический спектакль можно будет наблюдать, начиная с 21 часа по местному времени, уточняют в Одесской обсерватории. Уникальность явления еще и в том, что оно будет длиться 1 час 44 минуты. И это на 15 минут продолжительнее, чем другие лунные затмения, которые будут вообще в 21 веке. Прежде всего это будет великое противостояние Марса. Оно произойдет 27 июля. И Марс приблизится к Земле на 58 миллионов километров. Обычно он на 200, даже больше, чем 200 миллионов километров находится. Его размер увеличится в 4 раза по сравнению с обычным. Поэтому даже небольшие телескопы, может быть, на Марсе видеть полярные шапки, видеть какие-то детали рельефа. А кроме того, в этот же день произойдет полное теневое лунное затмение, которое тоже при наличии, конечно, погоды хорошей будет видно и у нас в Одессе. По словам специалистов, такие явления достаточно редкие. Большинству астрономов-наблюдателей посчастливится увидеть подобное явление едва ли не единожды в жизни. Последний раз такое событие произошло в 1830 году. А в следующий раз великое противостояние Марса будет видно в Одессе в 2035 году. Поэтому человек в течение своей жизни может видеть один раз величайшее противостояние Марса, а оно было еще в 2003 году, когда Марс был еще ближе. А вот эти события противостояния Марса, которые будем видеть сейчас, они случаются раз в 14-17 лет. Астрономы рассказывают, в интернете бытует миф, что в этот период на небе можно будет видеть две Луны. Но на самом деле, отмечает наш собеседник, это Марс так себя проявит. Луна будет входить в тень Земли, постепенно багроветь, краснеть. Вот таким образом она становится похожа на Марс. Марс, правда, будет немножко низковато виден. Для этого нужно, чтобы иметь открытый горизонт, чтобы хорошо видеть два события одновременно. Конечно, Марс на Луну никак не потянет. Он просто будет больше, будет хорошо виден его диск. Но, конечно, он похож не будет. Интригу в предстоящем космическом празднике держит Марс. Какие сюрпризы он принесет, пока что остается загадкой, признает ученый. Начиная с начала июня месяца, на Марсе произошла мощнейшая полевая буря, которая охватила всю планету и закрыла все замечательные детали, которые мы, может быть, хотим увидеть. Повторится ли это сейчас буря, или продолжится ли она, по крайней мере, до конца июля месяца, пока, конечно, не ясно. Вот это, поэтому такой вопрос. Можем увидеть детали на Марсе какие-то или не сможем. При этом специалист рассказал, что все наблюдения за звездным небом астрономы проводят на оборудовании с точной механикой, без какой-либо электроники. Никакой электроники, исключительно механика, вся система управления не связана ни с каким электричеством. Оптика и механика. Телескоп фирмы Кук, которому уже больше ста лет, и он был свидетелем, конечно, ни одного великого противостояния Марса, и на нем они наблюдались, начиная с начала прошлого века. Ну, в этом году, если удастся увидеть Марс, он будет низко, если помощь этого телескопа. Если нет, у нас есть другие инструменты, которые позволят это сделать. Телескоп английской фирмы Кук, несмотря на свой долгий век, находится в рабочем состоянии, заверил ученые. Что же касается влияния этого космического события на самочувствие людей, то специалисты его не отрицают. Ведь Луна, а тем более ее затмение, имеет большое воздействие на человека, говорят они. Луна, конечно, вообще является очень мощным фактором, воздействующим на Землю, потому что она создает приливы. А приливы проходят и в атмосфере, и в морях, и океанах, и на поверхности Земли. В завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. 20 мальчишек и девчонок проведут 10 каникулярных дней в солнечной Грузии. Мы отправляем 20 замечательных детишек в замечательную страну Грузию, на мою родину. Это мероприятие уже второй раз повторяется. И мы счастливы тем, что принимаем небольшое участие в этом замечательном мероприятии. Мы рады, что детишкам доставим радость. Новая современная школа распахнет свои двери на Говорова уже через два месяца. Первые два захода – это у нас начальная школа, дальше обеденный зал работает для средней и старшей школы, как положено. Почти 3 миллиарда гривен – долг жителей нашего региона по оплате услуг ЖКХ. Населением Одесской области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 3 миллиарда 236 миллионов гривен, что составляет 89% от начисленных за это время сумм. Задолженность населения по оплате этих услуг на конец мая составляет 2 миллиарда 829 миллионов гривен. И наибольший удельный вес в этой задолженности составляет задолженность за поставку природного газа. Это 67% всей задолженности. 19% за централизованное отопление и горячую воду. 9% задолженности за содержание домов и придомовых территорий. 4% за централизованную подачу холодной воды и водоотведения. И 1% за вывоз бытовых отходов. Непередаваемый астрономический спектакль обещают астрономы в этом месяце. Прежде всего это будет великое противостояние Марса. Оно произойдет 27 июля. И Марс приблизится к Земле на 58 миллионов километров. Обычно он на 200, даже больше чем 200 миллионов километров находится. Его размер увеличится в 4 раза по сравнению с обычными. Поэтому даже небольшие телескопы можно будет на Марсе видеть полярные шапки, видеть какие-то детали рельефа. А кроме того, в этот же день произойдет полное теневое лунное затмение, которое тоже при наличии, конечно, погоды хорошей будет видно и у нас в Одессе. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok